Москва на старинной гравюре. Вступление французов в Москву. Дело в том, что по официальной истории Наполеон сжег Москву до тла в 1812 году. А на фреске показано, что Наполеон спокойно себе путешествует по городу и его, в общем-то, принимают не как завоевателя, а как какого-то союзника. Что говорит по этому поводу официальная история? 13 сентября, то есть 1 сентября по старому календарю. 13 сентября 1812 года на военном свете в Филях Михаил Кутузов приказал оставить Москву без боя. Вместе с войсками из города ушла большая часть населения. В первый же день вступления французских войск в Москву начались пожары, продолжавшиеся несколько дней, и опустошившие город. Согласно записям 1811 года, приведенным выше, в Москве проживало порядка 300 тысяч человек. Москву спалили дотла. Возникает вопрос, а где жили все жители Москвы, если она была полностью разрушена? Был ли пожар такой разрушительный, что смог разрушить каменные здания, из которых и состояла, собственно говоря, Москва в то время? Из этого начинают выходить интересные вопросы. Дело в том, что в то время население Москвы не только не уменьшилось из-за пожаров и разрушений, а даже увеличилось на 100 тысяч. Можно найти загадочные гравюры 1812-х годов, где нарисован Александр Первый и Наполеон. И написано «В единстве сила, промысел божий, твердость монарха, любовь к родине народа». Есть такое предположение, что Александр Первый и Наполеон на самом деле были союзниками и воевали против, какой-то третьей стороны. Франция и Санкт-Петербург воевали, возможно, против Московии или Тартарии. На самом деле, эта теория имеет множество подтверждений. В то время Санкт-Петербург был столицей России. А почему же Наполеон решил пойти на Москву? Забавный факт, что медали 1912 года были сделаны в честь Наполеона. Зачем делать медали в честь врага? Это все равно, что после Великой Отечественной войны стали бы делать медали, на которой вместе могли изобразить Сталина и Гитлера, и написать при этом «В единстве сила». Большинство историков отмечают, что французская и русская униформа того времени была очень похожа. Интересные факты, что есть гравюры, изображающие Наполеона и Александра Первого, чуть ли не любовниками. Допустим, такой рисунок. 19 век. Все в восторге от Романа Наполеона и Александра Первого. К чему бы это? Подделка или же реальность? Еще один интересный факт в пользу этой теории о том, что была мода на Францию. В Санкт-Петербурге хорошо говорили по-французски. Также перенимали их образ одежды и манеры. Опять же, следуя этой логике, в США, Великобритания и России должны были перенять все немецкое после победы во Второй мировой войне. Зачем перенимать культуру своего врага? Это очень непонятно. Есть интересный факт. Смоленские крестьяне, завидев офицера в синем мундире, потому что зеленые мундиры в русской армии ввели позднее, чтобы отличаться от французов. Если этот человек говорил еще на французском языке, его тут же отправляли на тот свет. И так происходило с сотнями русских офицеров. Они для них были захватчиками. Неважно, откуда они приходили. Из Санкт-Петербурга или из других мест. Это говорит о том, что Петербург и Россия это были довольно разные силы. Есть предположение, что сразу вслед за истреблением населения на Волге, после войны с армиями Емельяна Пугачева, на зачищенное от тартар-пространство, устремились простые крестьяне из Европы. По планам Екатерины Второй, они должны были полностью заселить это место вместо тартарского населения, чтобы воспоминания о прошлом по Волжье не осталось. Есть информация, что Наполеон Бонапарт, будучи 19-летним юношей, стал прапорщиком русской армии в артиллерийских войсках. Также специалисты никак не объясняют, почему Наполеон, будучи уже полковником, продолжал носить мундир русской армии. Из этого следует, что Наполеон был союзником некого лагеря в виде части русскоговорящего населения, которая воевала против империи Тартарии или московской Тартарии. Еще один интересный факт, что после окончания войны все скульпторы и архитекторы почему-то массово начали устанавливать по всей России памятники в честь событий другого периода, 1612 года, а не 1812. Если представить такую ситуацию, что после 9 мая 1945 года скульпторы вдруг почему-то стали строить памятники героям русско-турецкой войны. Представляете себе такое? Почему по окончании 1812 года никто не хотел увековечить память героев этой войны? Тут возникает множество интересных вопросов и похоже, что история эта была сфальсифицирована.